После совершенного убийства преступник прятался где-то в этом районе. У полицейских появилась информация, что он вот-вот должен куда-нибудь уехать. Сотрудники МВД круглосуточно сохраняли бдительность. По имеющейся оперативной информации, сегодня ранним утром сотрудники МВД проводили разыскные мероприятия. В 8.30 правоохранители заметили человека, похожего на разыскиваемого убийцу Ахмеда Дапаева. На призыв остановиться и предъявить документы человек попытался скрыться на ходу, вытаскивая пистолет. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом в 8.40 уничтожили преступника ответным огнем. До 2-го числа прошлого месяца в надземном переходе по проспекту Кадырова был убит сотрудник Министерства внутренних дел по Чеченской Республике Дапаев Ахмед. Для установления личности, совершившего данное преступление и установления его местонахождения, задействованы были все структурные подразделения Министерства внутренних дел. С 22-го числа все подразделения находились в казарменном положении. Круглосуточный режим работы у нас был установлен. Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым была дана установка о том, чтобы эти подразделения не возвращались на постоянные местные дислокации до тех пор, пока преступник не будет установлен. В рамках проводимых мероприятий была получена оперативная информация о том, что данный преступник находится до сих пор на территории города Грозного. В рамках отработки поступившей оперативной информации все подразделения были задействованы. Сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом сегодня на территории Старопромысловского района был обнаружен и при попытке задержания уничтожен Дахтаев Хосен Суманович. По известной информации, 27-летний преступник жил в Старопромысловском районе столицы. В апреле этого года ушел из дома в банк-группу. С тех пор о нем ничего не было известно. Причастность убитого к другим преступлениям устанавливается. Спецоперация проходила под руководством заместителя министра внутренних дел Чеченской республики Аптелла Удинова. Оружие, которое у него изъято, пистолет Макарова, баллистика уже проведена. Оружие, это именно то же самое оружие, из которого был убит сотрудник министерства внутренних дел. Значит, отпечатки у нас тоже совпали. Ну и домашние опознали, значит, родители опознали данного преступника как ихнего сына. Достоверно установлено, что до 29-го числа, до начала месяца Рамазан, участниками незаконных вооруженных формирований, дислоцировавшихся на территории сопредельных республик, значит, было принято решение о том, что на территории города Грозного должен быть совершен террористический акт. Получается, что из-за бдительности сотрудника ППСМ, Допаева Ахмеда, значит, данный теракт был предотвращен. Значит, на это у нас, чтобы об этом говорить, у нас имеется достоверная информация. Сообщение об успешной операции сразу же появилось на странице главы региона Рамзана Кадырова в Инстаграм. Убийца нашел то, что искал. Бандит, совершивший 22 июня 2014 года в Грозном коварное убийство сотрудника полиции Ахмеда Допаева, найден. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем уничтожен. Он нашел то, что так усердно искал. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, также следственное управление Следственного комитета России. Используется новейшая криминалистическая техника. Уже можно сказать, что возмездие наконец наступило. Резонансное преступление раскрыто. Убийца ни в чем не повинного мусульманина понес должное наказание. Луиза Андиева, Амир Тагаев, Ибрагим Налаев. Новости.